всех приветствую сегодня у меня на обзоре монеты 50 копеек 2009 года вся линейка разновидностей которая достаточно узкая одна разновидность санкт-петербургского монетного двора вот и две разновидности московского монетного двора вот они представлены двумя монетами ну санкт-петербургская монета отличается от всех собственно говоря монограммой монетного двора как обычно сп вот по номенклатуре это штемпель 42 в принципе монета из оборота состоянии вф близко к x5 без повреждений каких-то царапин ну просто без штемпельного блеска и московский монетный двор имеет две разновидности основным отличием которых является стенки нуля вот в этой разновидности это штемпель 13 стенки нуля прямые секундочку стенки нуля прямые у разновидности 4 3 сейчас покажу да вот она видно стенки нуля изогнуты завиток касается канта у разновидности 1 3 звиток примыкает канту то бишь утопает сейчас попробую показать увеличение вот прям утопает конкретном кант а у разновидности 4 3 он едва касается вот такая вот линеечка ну в принципе монеты если попадаются мелочь что иногда попадаются в вороте если вот именно брать 50 копеечные они железные стальные вернее покрытые латунью и принципе коллекционную ценность имеют только экземпляры которые без оборот там и венси с хорошим штемпельным блеском принципе таких монет прям вот идеально без оборота нет эти все они из оборота а из оборота эти стальные болтийники они при только попадает в оборот только кто-то руками потрогал как все знают и вот она становится вот такой вот поле монеты покрывается такой вот отпечатками налетом каким-то непонятным я тут выбирал у меня московских было десятка два наверно монеток вот более-менее выбрал которые такие еще не сильно потемневшие относительно других не сильно уставшие а питерских у меня всего две 2009 года к сожалению лучше нет пока может быть со временем заменю если попадется где-то чтобы вот было прям близка к идеалу так скажем хотя с этими вот и еще раз повторюсь с этой вот монетой которая пошла с 2006 года стальной покрытый латунью тоже 50 копеечные 10 копеечные монеты они проблематично для поиска чтобы для таких вот красивых коллекционных экземпляров чтобы положить что-то нормальную коллекцию из оборота очень сложно вы выловить что-то иногда попадаются по цене как обычно чуть-чуть подороже там но они все стоят чисто символические суммы так скажем это редких разновидностей нет все по каталогу являются обычными монетами рядовыми санкт-петербургская как обычно порежешь встречается и стоит чуть-чуть подороже там ну пределах я не знаю это может 20 рублей эти вообще по сути дела номинал ну там если в идеальном просто блеском штемпельном состоянии может быть 10 рублей там тоже но это не те монеты которые должны стоить принципе даже в инсте дорого потому что это еще как бы не очень старые и не латунные там начало вот первых годов после этой реформы